Добрый день, дорогие друзья! Начинаем передачу «Восточный дневник». Вчера мы не выходили в эфир, потому что был национальный праздник. И, пользуясь возможностью, очень хочу поздравить защитников Украины, защитников ее территориальной целостности, украинской свободы и пожелать, в первую очередь, вам, конечно, здоровья. Сегодня будем обсуждать тему местных выборов в Донбассе, те риски и опасности, и вызовы, которые избирательная кампания 2012 нам демонстрирует. Помогут нам разобраться в местных выборах, в их особенностях в этом году наши эксперты, яркие представители Донбасса, как обычно. Владислав Кириченко, спасибо, Владислав. Добрый день. Основатель издательства «Наш формат», украинский общественный деятель, меценат Татьяна Дурнева. Спасибо большое, Татьяна. Эксперт Донецкой областной организации «Комитет избирателей Украины». Это всеукраинская организация, а Татьяна представитель Донецкой областной организации. И Татьяна Иванова, наш частый гость, наш постоянный эксперт в области права. Еще у нас будут заочные участники дискуссии. Александр Клюжев, аналитик гражданской сети «Опора». В целом по Украине может обрисовать ситуацию. Ну а начнем с Татьяны Дурневой, я думаю, потому что Татьяна эксперт и может сказать, что в Донецкой области, вот прямо сейчас, в избирательной кампании, какие, может быть, есть особенности, какова ситуация? В Донецкой области проходят выборы по графику, по календарному плану. Есть созданы территориальные избирательные комиссии, уже созданы участковые комиссии, завершен процесс регистрации кандидатов, началась агитация. Как и в другой области, есть свои особенности. Но, конечно, благодаря тому, что область разделена на контролируемую Украину, территорию неконтролируемую, есть опасная зона, то есть небольшая разница в агитации, в ведении предвыборной агитации. Например, в Артемовском или Маринском районе там ниже активность политических сил. А в Краматорске, или Славянске, или в Мариуполе там все очень даже активно, и комиссии работают, и конкуренция высокая. Среди особенностей таких можно еще назвать, что, например, в Курахово члены избирательной комиссии не допускают к работе комиссии журналистов, не допускают на заседание. Обосновывая это тем, что Курахово это прифронтовая зона, и там нужен особый пропуск, и есть какое-то опасение у членов комиссии. Так, в целом, все идет по плану пока что. Но, действительно, компания отличается от компаний местных выборов 2010 года. Появилась какая-то конкуренция, при том, что наши игроки не привыкли работать к честной конкуренции. Да, и поэтому происходят такие моменты, как использование членов комиссии для того, чтобы не регистрировать кандидатов, например, или вследствие чего эти комиссии, центральная избирательная комиссия и распускают. Так что, наблюдаем за процессом. Комитет избирателей Украины имеет своих наблюдателей в каждом округе. И, в принципе, процесс идет, это радует. Потому что, действительно, выборы будут, так или иначе. А вы знаете, в Мариуполе там скандальная ситуация, ЦИК распустил городскую комиссию, и те силы, которые называют себя демократическими, выступили с громкими заявлениями, обвинили ЦИК в том, что взяли взятку. Слышали вы об этом? Мы не будем вникать в подробности того, что происходит в Мариупольской ТВК или в Славинской ТВК, которую тоже ЦИК распустил. Вопрос, это все свидетельствует о том, что территориальные избирательные комиссии сейчас являются инструментом как раз в этой конкурентной борьбе. То есть они, как правило, члены избирательных комиссий, руководствуются, к сожалению, не законами Украины, не постановлениями ЦИК, а интересами политических сил конкретных своих, по приказу которых они совершают некоторые действия. Это такая вот особенность этой как раз избирательной кампании, это использование территориальных комиссий в борьбе с конкурентами. То есть никаких у вас опасений насчет честности, прозрачности выборов, пока никакой тревоги, ничего не дает оснований для тревоги, да? Опасения по поводу честности и прозрачности выборов в Украине есть каждый год. Если бы наши правоохранительные органы своевременно реагировали или хотя бы просто реагировали на нарушение избирательного законодательства, мы бы могли говорить о том, что сейчас меньше опасений. Так как нет никаких результатов работы правоохранительных органов по нарушениям за прошлые выборы, то, конечно же, люди видят безнаказанности, поэтому опасения есть. А вообще когда-то были, вот конкретно в Донецкой области, просто я знаю, как житель бывшей Донецкой области, вынужденно переместившийся, что всегда были сомнения по поводу честности и были фальсификации. А есть вам известны случаи уголовного наказания членов комиссии в Донецкой области? Нет, я как раз этому говорю, этого нет. Да, предлагаю еще связаться с Александром Клюжевым, который в целом по Украине обрисует ситуацию, а потом перейти к обсуждению и послушаем, что наши гости, эксперты такие серьезные, что они думают об услышанном. И в частности о том, что сказала Татьяна, Александр Клюжев не смог лично присутствовать, но мы договорились, что мы с ним свяжемся, и он ответит на вопросы. Собственно, расскажет, что происходит в целом по... Это аналитик гражданской сети опора. Еще раз повторю. Добрый день, Александр. Это передача «Восточный дневник». Мы договаривались, что вы нам в прямом эфире обрисуете ситуацию в целом по Украине и по Донецкой области в частности. Так. Если говорить о по-загальней тенденции, то проблема с использованием закону про миссию выборов, который был подписан президентом, мы лишь за месяц до начала выборчого протеста. И сейчас мы по всем регионам Украины фиксируем неоднаковое использование положения этого нового закону. Это, на самом деле, было связано с тем, что не было времени не для выборов, но для кандидатов и партий. Детально изучить новые положения и использоваться их эффективно. Это способ проводилось возникновение достаточно великого количества конфликтов. Проблематичный состав этап регистрации кандидатов, особенно по окременным дирекциальным громадам, когда виборчие комиссии, в частности, отмолвали в регистрации кандидатов. На счастье, в большинстве мест и районов Украины судовый шаг восстановления прав в объекте выборчого протеста стас эффективным. Это, на самом деле, позитивная характеристика этого выборчого протеста, что подразняет его от выборов 2010 года. Это, на самом деле, по загальней количеству решений судов, есть тенденция о защите интересов висходных кандидатов и местных организаций партий. Но, на жаль, в окременных территориальных громадах суд и судовые органы не смогли вывести те выборчие споры, которые возникли вокруг регистрации кандидатов. Власне, мы можем сгадать Черкасскому виборчу комиссию и кандидатов от партии «Вильных демократов», не дивлячись на наявность решений судов о необходимости регистрации кандидатов, которым было отмолено в соответствии регистрации по конституционной виборчей комиссии. Проблема не была вывешена вчера, еще больше была загострена тем, что в связи с выявлением новых обставин Черкасскому виборчу комиссию скасовала весь выборчий список партии «Вильных демократов» и «Вильных демократов» от партии «Вильных демократов» А власне, это политическая партия в Черкасске, которая активна при участии в выборах в этой территориальной громаде. Власне, не вывешена проблема с регистрацией кандидатов от партии «Наш край» в Херсоне. И, власне, там Володимир Птальдо пройшов в окружный адміністративный суд, адресийный суд. И решение ЦВК спрямовалось на забезпечение его выборчих прав в связи с решением судов. Но территориальная виборчая комиссия досы не изменила свое решение про забезпечение выборчого бюлетеня, в котором нет этого кандидата. Так само подвешенным залишается питание, что для регистрации выборчого списка позиционного блоку в Харківске. Александр, а что касается Донецкой и Луганской, пожалуйста, у нас сегодня просто нет специалиста по Луганской области, эксперта. И именно хотелось бы услышать, что в Луганской и Донецкой происходит с акцентом на Луганщину. Вот эти окременные випадки о невероятностях вопроса про регистрацию кандидатов, они фактически загрожают стабильности выборчого процесса, потому что уже сейчас подошел этот арт вигаторе выборчих бюлетеней. И если мы до сих пор не имеем остаточного периода кандидатов, то и день голосования, и другие процессы связаны с ним, если есть в условиях загрозы и так далее. Если говорить про Донецкую и Луганскую области, то тут суттєвых изменений от других регионов мы не фиксируем. И по сути, те самые проблемы, которые есть в других регионах, есть и в Донецкой и Луганской области. Единственная изменимость, что все-таки, меньше перелик партий берет участь в агітационной кампании в этих регионах. То есть, фактически, в Донецкой и Луганской области присутствуют до 10 политических партий, которые проводят в межах этой страны национальную кампанию, а нет других партий, которые по различным регионам проводят такие локальные кампании на уровне отдельных мест, регионов, группы мест и регионов. То есть, кампании дещо меньше, чем в других регионах. Если говорить о проблемах, то те самые проблемы, связанные с регионацией кандидатов, есть решение территориальности комиссии про отмоги. В регионации кандидатов суды по деяким громадам до сих пор тревают. И постельный резонанс был в выборах в Словянске, где ЦВК была замужена в умовах без деятельности вибольших комиссий записываться самостоятельным решением, властным решением кандидата отмоги, потому что комиссия просто не принимала там відповедного решения, не дивлячись на наявность судовых процессов и відповедных решений. Достаточно напружена ситуация в Маріуполе, связанная с деятельностью виборчих комиссий. Как известно, ЦВК припиняла повноважение Маріупольской ТВК в связи с тем, что эта комиссия незаконна припинила повноважение районных виборчих комиссий. А вы считаете, что незаконно? Вы интересовались этой ситуацией, да? Безусловно, есть абсолютно четкий перелик подстав для предстрокового припинения повноважения виборчих комиссий с боку тех комиссий, которые создали. И тут ЦВК застосовала подход к выявлению порушения принятия отмоги на решение Маріупольской виборчих комиссий. И с метою одного застосования законодательства припинила повноважение складу Маріупольской виборчих комиссий. Но тут, скорее всего, вопрос политического предстояния на уровне виборчих комиссий. Это проблема политических влиев или отсутствия баланса этих влиев виборчих комиссий традиционно загрожает эффективность их работы и политической неупреженности. И поэтому мы видим, что даже после создания нового склада Маріупольской виборчей комиссии конфликт между различными политическими силами, которые имеют своих представителей в этих комиссиях, не был вывешен. И снова же таки, враховывая, что мы подходим уже с дефакта до завершения кампании, эти конфликты, связанные с политическими впливами и политическими непорозумениями, суттєво загрожуюсь законности и стабильности выборчого управления. Александр, последний вопрос, будьте добры. Гражданская сеть опора получает ли сигналы из Донецкой области, из Луганской области о применении административного ресурса? У нас, как и из других регионов, отримуем и этот административный ресурс, в стадии, что повязано с тем, что есть посудовые особи, которые одновременно заинтересовались в кандидатах. Закон не обязан посудовых осіб идти в отпуск на час выборчей кампании. Фактически, большинство, а даже большинство кандидатов-посудовцев практически ведут в межах своей поточной деятельности. Формально они не порушивают закон, когда появляются большей интенсивностью на публичных заходах, на открытии певных социальных объектов, доріг, инфраструктури. Но выборы практически не возможно размежевать, где деятельность службовая, посудовая, где деятельность кандидата. И это велика проблема и не только для Донецкой и Луганской области, и для всех других регионов. И, понимаем, что до следующих выборов важно регулировать это вопрос, чтобы кандидат, как минимум, мав обязанность идти в отпуск на час проведения агітаційной кампании. Если говорить про другие проблемы, связанные с участью кандидатов-посудовцев, то, безумовно, это так называемый педжетный адміністративный ресурс. Когда реализация местных и локальных программ развития, привязывается к календарному плану выборчего процесса. И мы видим это в Донецкой области, когда открываются за счет местных денег, там новые детские майданы, новые социальные или спортивные объекты. И так публично это подается, как это услуга особи, а не территориальной громады. Особи, которая идет на новый термин повноважений органов местного самовыдивания. Здесь нет никаких спецификов, сравнение с другими регионами, потому что в всех частях страны посудовцы-кандидаты зловыживают доступом... Из разных политических сил вы имеете в виду, да? А в том, что есть специфика местных выборов, что мы видим по регионам, что там политическая сила, которая имеет большинство в органах местного самовыдивания, таким способом зловыживает. Такой реформой бюджетного адміністративного ресурса. То есть, в каком регионе, какая политическая сила имеет доступ до влады, из-за того, что ее политическая сила и отбиваются певные маніпуляции и жанглювания по законодательствами положениями. Хотя, возможно, в Донецкой области кампанія еще интересна тем, что в процессе выборчого продолжается распространение управления элитой, которая раньше належала до нее политические силы между разными политическими партиями. И в этом есть, напевно, специфика, что процесс переформатывания этой управленческой элиты не произошел раньше, как это было в высших регионах, особенно на Заходе или в центре Украины. А продолжается уже в умовах выборчого процесса. Александр, спасибо большое. И самый-самый последний вопрос. А вот раз вы сами этого коснулись. А вот эта элита региональная, Донецкая, Луганская, которая в партии регионам, как мы знаем, состояла практически вся, она сейчас какие партии нацелила свои, так сказать, стопы? Где сейчас региональная элита, партия регионов? От каких теперь партий, если вы можете ответить на этот вопрос? Безумовно, мы бачим появление в этом регионе, но партийного проекта «Наш край», который на себя притягнул значную часть управленческой элиты региону, которая выбиралась в 2010 году, это влияет влияет на управленческую элиту суттевой политической партии «Опозиционный блок». Частина процессов, что приориентации региональной элиты, относится и партии «Блок Петра Порошенко. Солидарность», в том числе в Урганской области, где все-таки ситуация дещо разная с Донецкой областью, там кампания меньше интенсивна, потому что все-таки там больше сельских районов, ниже в Донецкой области, остается контролем Украины. То есть ситуация достаточно интересная, и это, до речи, вот, певная тенденция схода Украины, что вот этот перераспредел околичной управленческой элиты, так само и непонятно. Спасибо. Большое спасибо. Александр, спасибо. Всего доброго. Извините, что так долго просто хотел дать. Владислав, Татьяна. Да сначала Владислав. Вот что вы думаете по поводу услышанного? Говорят эксперты, что в 2010 году была ситуация все-таки более тревожная. Тревожная. Сейчас выборы будут более демократическими, да? Более демократичными. Выборы будут более конкурентными. И чем ближе день выборов, тем жестче идет борьба. Кстати, в дополнение тому, что говорил Александр по поводу «Наш край» и вот использование административного ресурса, чем еще отличается Донецк и Луганск области, это использование гуманитарной помощи в агитациях. Например, в одном из городов Донецкой области чешская организация «Люди в беде» раздавали гуманитарную помощь. Рядом же стояли палатки «Наш край», что в принципе у избирателя сформировалась картина, что это «Наш край» уже раздает гуманитарную помощь. Вот такие особенности. Хотя в принципе использование благотворительной помощи на всех выборах было всегда. И реализация инфраструктурных проектов как раз во время избирательной кампании за счет бюджетных средств тоже была. Владислав, вы, если это слово правильно применяю, украинист, да? Большой патриот Украины. Украинист занимается украинистикой на филологических факультетах. И при этом выходит из Горловки. Громадьянын Украины. Я просто полностью громадьянын. Сведомый. Я не люблю слово «сведомый». Сведомый, свидомитый. Я просто нормальный, адекватный громадьянын и держава. Хорошо, эти выборы, как вы думаете, они позволят, помогут Донбассу стать более украинским. Местные выборы. Слушайте, выборы, выборы – это инструмент воли выявления народа, а не инструмент украинизации, або русификации, або еще чего-то. Поэтому это вопрос не корректно. Выборы, скажем так, будут немного другими, чем были, потому что раньше выборы были, вы бачите, когда на заводе, в райцентре весь персонал, член партии регионов, по гривне зарплата автоматично, и что все ходят по шворце, все боятся сказать, что они думают, або думают однако, потому что агитация только в один бек. Я думаю, что будет трохи больше, чем в 2010 году, за проукраинские партии, трохи больше за централизмские партии типа «Солидарность». Но результат, как на меня, очекованный, и большинство населения проголосует за наш край, оппозиционный блок, просто тупо проголосуют за антикиевские партии. Потому что Донбасс, на жаль, как бы был недоукраинизованным, большинство русификованным, и, не сказать бы, солитизованным, так? Так и лицо все. То треба еще добиться. Кто проводит там агитацию? Если там оппозиционный блок мает наибольшую культуру кандидатів, то, конечно, и они проводят кращую агитацию. он мает наибольшую культуру кандидатів, потому что, на самом деле, это видзеркальну, электоральную картину Донбасса. Потому что, я думаю, что в сельских районах, и районах, которые дотичны до Запорезької и Днепропетровской областей, картина будет немного другая, чем в Сартане, в тихих самих. Понимаете? Но я погоджусь с вами, что выборы – это эволюционный процесс. И мы не можем за одни выборы резко змінить… Ну, хотя бы шаг вперед. Вы знаете, я не соглашусь с тем, что очень многое зависит от того, кто проводит там агитацию. Я очень часто разговариваю со своими земляками, и вот они не хотят голосовать за проукраинские партии, не потому, что там агитируют больше партии, которые выходцы из регионалов, там все эти, которые сейчас там наш край и все остальные. А потому что даже те, кто проукраинско настроенный, проукраински настроенный, они говорят, а почему мы будем голосовать за эти партии, если они для нас не сделали ничего? Если у нас даже украинского телевидения нет, сколько мы просили, я в Курахово разговариваю с людьми, они говорят, ну у нас же до сих пор только ДНРовские каналы мы можем смотреть. Это на подконтроль на Украине территории. Это на подконтроль на Украине территории. Неужели правительство не знает о том, что здесь нет украинских каналов? Что они для нас сделали? Кроме тех проблем, которые создали ДНРовцы, они не сделали ничего, как добавили нам дополнительные проблемы. И поэтому они не хотят голосовать, а не потому, что там проводят хорошо агитацию наш край. Хорошо, а как вы оцените, вот коллеги, тот момент, что вы сказали оппозиционный блок, но по моей информации я общаюсь со всеми порукраинскими активистами из Донецкой и Луганской области, стараюсь. И по их информации наш край и партия солидарности, которую вы говорите, она центристская, именно оттуда идут чиновники из партии регионов, довольно одиозные, не буду сейчас фамилии называть, но знаю, минимум 10 человек, которые являются близкими очень к структурам так называемой семьи, они идут под вывеской блок Петра Порошенко, солидарность. Ну, как на мой взгляд, ситуация... Просто люди, когда голосуют, они же смотрят и на то, кто же является кандидатом, наверное. Преференция тут простая. Большая часть наших депутатов, они всегда были продажны. И кто их купит, или кто там пообещает какие-то преференции, они всю жизнь бегали из партии в партию, из блока в блок, они туда и бегут. Там, где они сейчас увидели, что они могут что-то поиметь, и они могут куда-то пройти, они туда и побежали. Но это не значит, что они там потом будут проводить политику партии регионов. Потому что они, ну, они всегда были продажны, и они продадутся потом партии солидарности, будут поддерживать ее политику. Вопрос другой, какая будет политика на этой территории блока Петра Порошенко или партии солидарности. Хорошо, а вопрос к юристу. Вот закон о местных выборах, вот его особенности, новый закон. Особенности действительно есть нового закона. Ну, первая особенность, это то, что у нас частично местные выборы будут уже пропорциональные. Это выборы в областные, городские и районные советы. Там не будет мажоритарки, там кандидаты не могут быть самовыдвиженцами, они могут быть только от какой-то партии. Следующая особенность, у нас теперь изменился барьер проходной, он теперь не трехпроцентный, а пятипроцентный барьер. У нас есть еще особенность в связи с тем, что у нас все-таки часть территории теперь не под контроль на Украине, а в связи с этим появилась целая категория населения, которые называются временно перемещенными лицами, и они не смогут поголосовать по этому закону. Их права там никак не урегулированы, а если говорить уж совсем конкретно, то они вообще нарушаются там. Ну, не совсем там, да, права данной конституции, этим законом нарушаются, не там, а этим законом нарушаются конституционные права граждан. Там нет в этом законе открепленных талонов, и может быть, это было бы и неплохо, если бы люди могли проголосовать, уже даже Белоруссия голосует заранее, до выборов люди могут проголосовать, да, мы сейчас видели в Белоруссии, потому что часть людей там и в командировках, и болеют, и по разным причинам они не могут именно в это время, в этом месте находиться, но теперь эти люди не проголосуют. У нас, согласно этого закона, сокращается количество депутатов, и там вообще запутанная история, потому что количество депутатов сокращается, непонятно теперь, каким образом есть процент, насколько они должны сократиться, но мы уже знаем, что в городе Киеве количество депутатов сокращаться не будет, в остальных округах они будут сокращаться, и конкретного механизма нету, это каждый раз должен решать ЦИК, каким образом это будет, избирательная комиссия это решает. Из новшеств еще в этом законе, что мэры городов, где население больше 90 тысяч, будут выбираться в два тура, к изменениям относятся также еще, что закрепляется в партийных списках 30-процентное количество избирать выдвиженцев одного пола, ну, касается, как мы понимаем, там не написано, какого пола, но мы понимаем, что это касается женщин, и есть еще особенность этого закона, что все-таки теперь депутатов можно будет отзывать, и вот по поводу всех этих... А какой механизм? Да, ну, сейчас я расскажу, по поводу всех этих изменений, мнения абсолютно разные в разных слоях общества. Абсолютно разные. Оценки какие? Значит, то, что касается вот первого пункта, который я назвала пропорциональная избирательная система. Конечно же, партии говорят, как хорошо, и им эта норма нравится, и кандидатам в депутаты эта норма нравится, в большей части, ну, за исключением тех, кто постоянно были мажоритарщиками в округах. А вот избиратели к этой норме относятся крайне плохо. Не все избиратели в больших городах, как бы, эту норму, ну, ни за, ни против, как бы, ровно, абсолютно. А что, поменялось? Да, ну, поменялось. А вот в небольших населенных пунктах, где не миллионники города, а небольшие города, где люди, в общем-то, знают друг друга, да, даже города там с стотысячным населением, ну, там большая часть людей на виду. Люди относятся очень отрицательно, потому что там достаточно много было активистов, которые раньше могли быть самовыдвиженцами, а теперь, и они были беспартийными, а теперь им нужно либо принимать программы каких-либо партий, они их не поддерживают, иначе они не смогут идти баллотироваться. А это в многих городах были как раз элита городов, которые были и не партийные, и которых знало население. И если они пойдут от партии, не приняв эту программу, и будут потом вести себя, как бы, самостоятельно и голосовать, и принимать какие-то решения, на свой взгляд, они могут быть отозваны вот по тому пункту, по которому я сказала, кстати, процедуру я сейчас объясню. То есть беспартийные активисты, общественные, они фактически за бортом остаются, да? Да, на областных, районных и городских районах города. Сельские и поселковые сельские. То есть надо принадлежать не просто к партии, а крупной, которая имеет шанс пройти... Да, еще и крупная, которая имеет шанс пройти. Закрепленным за округом. Сейчас мы до этого дойдем. Дальше, барьер, который увеличен, проходной барьер с 3 до 5 процентов. К этому положительно относятся 5-6 партий, которые понимают, что они наберут эти 5 процентов. Собственно, для кого это и сделано, да? Все остальные относятся отрицательно к этому, потому что это, в общем-то, консервация старых сил при... Которая уже и так есть у власти. Которая и так есть у власти, консервация старых сил при власти. И это ограничивает доступ молодых, новых сил, которые в состоянии были. Возможно, не что-то кардинально менять, но хотя бы что-то начать менять. Дать новую струю хотя бы. Да, дать новую струю. Поэтому большая часть, конечно, к этому пункту населения относится отрицательно. А можно, чтобы не забыть, правда, что при Януковиче была эта попытка поднять, и тогда вызвало много шума, и это дело погасили? Это попытка не только при Януковиче была, это попытка много раз была. А вот теперь общество спокойно на это смотрит, вот как будто так и надо. Я не вижу возмущения особого такого. При Януковиче возмущаюсь сейчас? Я бы не сказала, что общество спокойно смотрит. Общество заняли другими проблемами. Общество занято войной, общество занято волонтерством, общество занято массой других, более серьезных проблем, и у них на это уже не хватает ни сил, ни времени, ни всего остального. И этим просто воспользовались, вот такой ситуацией в обществе, просто воспользовались и протащили закон в таком виде, в котором он принят. Дальше. Законом еще и как бы закреплены то, что называют сейчас кандидаты в депутаты открытыми списками, и власть называет открытыми списками. Я бы не называла это открытыми списками, на мой взгляд, это списки рейтинговые, они открытые, потому что, на мой взгляд, юриста открытые списки, это когда в списке есть несколько кандидатов от одной партии, и ты можешь выбрать какого-то кандидата этой партии. А у нас этой ситуации нет, у нас просто есть рейтинговые возможности выбрать кандидатов, когда от одной партии закреплен кандидат за определенным округом, и не может быть два кандидата от одной партии закреплены быть за одним округом. На мой взгляд, это не совсем то, что является открытыми списками. Дальше процедура отзыва депутата. Вот это позитив, да? Процедура отзыва депутата позитив, но процедура следующая. Отозвать депутата может даже не партия, а ее руководящий орган. И при этом, если такое решение принимает... А я думала, избиратели. Нет, если такое решение принимает руководящий орган партии, после этого его инициативу должны поддержать 50% от тех, кто голосовал на этом избирательном... От количества, которое голосовало по этому избирательному участку. То есть сначала принимает решение руководящий орган партии, а только потом в этом участвуют как-то избиратели. Если руководящий орган партии такое решение не принял, то избиратели такой возможности и не имеют. Поэтому процедура существует, но она не очень простая. Более того, даже не съездом партии отзывается руководящим органом. Тут тоже есть очень много вопросов, соответствует ли решение руководящего органа партии вообще-то мнению всей партии. Тут тоже большие вопросы. Мэр в два тура. Это положительное, на мой взгляд, все-таки изменение в законодательстве, потому что мы знаем мэров, которые у нас избирались 10-15%. Если на избирательном участке было достаточно много выдвиженцев, и голоса эти рассеивались, могли набрать не больше 10-15% каждый, и вот таким количеством у нас проходили мэры. Теперь у нас два тура, и нужно набрать все-таки 50% плюс один голос во втором туре. Это позитив. На мой взгляд, положительных моментов совсем мало. Это два тура мэры, это 30%, которые закреплены за женщинами, ну и то это такой относительный, потому что это же все-таки в списках, за них же еще могут не проголосовать, потому что неизвестно, как будут сформированы кандидаты по округам. Можно выдвинуть более сильных мужчин, более слабых кандидатов в женщину. По-разному могут быть варианты, которые могут быть в этих списках. Процедура отзыва, вот три, пожалуй, положительных момента. Все остальные изменения я бы больше отнесла к отрицательным, чем к положительным. Остальных я назвала около 7, если не считать еще проблемы с бюллетенями, это отдельная история, потому что я разговариваю сейчас с избирателями, никто не понимает, что в этих... Многие вообще представления не имеют еще о бюллетенях, а те, кто имеет уже представления, они не понимают, что написано в этих бюллетенях. Там будет все по-другому теперь, да? Конечно, потому что в бюллетенях указано наименование партии, рядом с наименованием партии кандидат от этой партии, который закреплен за этим округом, и еще фамилия первого... Руководителя. Нет, фамилия кандидата, который является первым в списке от этой партии. И люди не понимают, что это за две фамилии. Они не понимают, за что они будут голосовать. Более того, они не понимают, что если они проголосуют за кандидата по этому мажоритарному округу, то они автоматически голосуют и за партию, что этот же голос будет засчитан за партию. А значит, они автоматически голосуют за кандидата, который первый в списке от этой партии. Более того, люди вообще не знают, что кандидат первый в списке от этой партии имеет бронь. Он проходит автоматически, если партия набирает больше 5% голосов. Более того, люди даже не знают, что если они проголосуют за кандидата, который по этому округу, но партия не наберет больше 5%, а кандидат по округу набрал большее количество голосов, он не будет кандидатом по их округу. Они тоже этого не знают. И поэтому мало того, что они путаются вообще в этих всех фамилиях, которые в бюллетене, они не понимают, что они там должны как отмечать, одного человека, двух человека. Они голосуют за партию или за кандидата, за кого из этих двух, кто в этом бюллетене. Они еще не понимают, кто будет избран. И поэтому тут процедура очень запутанная, и люди не могут в этом разобраться. Вот, Владислав, как вы оцениваете услышанное как избиратель? Нравится вам то, что вы слышите этот новый закон и новые правила? Тебя так подала мрачно, что... Не нравится. Мрачно и объективно. Ну вот такая объективная реальность. Я считаю, что в Беларуси все прекрасно, что там дали возможность проголосовать за здоровье. Ну я такого не говорила, что там прекрасно. Боже, укуси, там с демократии, с свободой слова ужасно. Не, у меня на увазе с правом граждан Беларуси прийти за тиждень до выборов и за здоровье проголосовать. Да, это хорошая правда. Там 35% проголосовали, и из них майже все за Лукашенко. Насправді, насправді, закони, закони, вони... Я не вважаю, що в Україні погана конституція. В Україні прекрасна конституція. Так. И криминальный кодекс у нас не сильно відрізняється від американською. Насправді, не 90%. Сейчас права в людях. Сейчас права в владе, яка це невиконовано. А влада – це люди. Влада – це похідна. Якість влади – це просто похідна, в першу порядку, в якості населення. Ну тут я з вами покажусь. ДВП, розумієте, в Україні ДВП 3 тисячі доларів душ у населення. Проте, що збігається, і МВФ, і Святовий банк дають 3 тисячі душ у населення. Це найнижчі в Європі, гірше тільки в Молдові і в Албанії. Так? Ми треті з кінця. Це похідна від суспільної моралі, а мораль, вона однакова, що в комбайнера, що в депутата. Тому я взагалі розслабився, на це сидимося дуже спокійно. І нас може виправити ситуацію, може виправити тільки еволюцію. 10, 15, 20 років еволюції. Ніяких кардинальних змін, яке б не було говорче законодавство, ніяких кардинальних змін не буде. Зміни відбудуться зі зміною суспільства, спільних настроїв, спільних парадігм. Коли люди зрозуміють, що не красти мають не тільки депутат і президент, прем'єр-миністр, всі мають не красти, не давати хабарі. Ну, ви знаєте, я тут соглашусь з тим, що еволюція… Я перепрошую, розумієте, мене дратує інструментарістський підхід українських інтелектуалів. Тому що більшість людей в Міносвіти впевнені, що достатньо перенести балонську систему в Україну, і все зміниться. Нічого не зміниться. Якщо в Україні немає жодного нормального професора в оклярної біології, який викладає в оклярної біології, так, як і треба викладати в Гарварді, то ніяка балонська система цього не зміни. Тому що якщо немає людей, немає точок кристалізації, здорового глузду і справжності, нічого не буде. Ну, знаєте, я тут, пожалуй, соглашусь, что, с эволюцией, во-первых, соглашусь. Да, ну, надо же как-то помочь этим процесам. Нельзя на них помять. Но я эту эволюцию давно уже прослеживаю, которая у нас ідет, потому что молодое поколение, а это следующее поколение после моего поколения, которое сейчас подросло, это совершенно другие молодые люди. Они с другим мировоззрением, они с другими взглядами. Это люди, которые после 90-х уже поездили по всему миру. Мы-то не ездили, у нас границы были закрыты, и мы ничего не видели, кроме СССР. А это совершенно другие люди, которые видели другую жизнь, которые знают, как живет Европа, Америка, и которые видят развитие своей страны совершенно по-другому. Их уже не так просто купить, и не так просто им сказать, мы дадим тебе гречку, а ты пойди проголосуй. Они ее, может быть, и возьмут, некоторые и не возьмут даже. А те, кто и возьмет, не пойдут и не проголосуют. И дегречкой у нас можно пока только руководствоваться уже, скажем так, с бабушками, с дедушками в избирательной кампании. А с молодыми этот номер уже давно не проходит, а это следующее поколение. Поэтому, а следующее будет еще лучше поколение. Я думаю, что эволюция, она, в принципе, как бы уже прослеживается. Вы знаете, я вам сейчас пример приведу. У меня возле дома есть небольшой лесочек. И три недели назад, когда началась избирательная кампания, возле детской площадки в этом лесочке вдруг появляется табличка. Это вам подарок от кандидата в депутаты по такому-то округу, фамилия, имя, отчество. И рядом с этой табличкой появляется небольшой спортивный комплекс. 8 или 9 тренажеров. Достаточно хорошие тренажеры, хорошего качества, замечательные тренажеры. Очень в нужном месте, как бы в этом лесочке. Очень многие выходят там гулять с собаками, бегом заниматься, просто подыхать. Подождите минутку, ладно? И за эти две недели на этих тренажерах появилась масса населения, там многоэтажных домов много, которые стали на них заниматься. Мы туда тоже ходим с мужем заниматься на эти тренажеры. Я у многих спрашиваю, мне просто интересно, а вот как вы относитесь к тому, что это появилось перед выборами от кандидата в депутаты? Вот проголосуйте вы за этого кандидата в депутаты. Они говорят, нет, ну конечно хорошо, что у нас появился такой комплекс, и нам это нравится. Но если бы он это сделал после выборов, мы бы на следующие выборы точно за него проголосовали. Мы бы его на руках носили. Мы бы ему и помогали бы следующее что-то сделать. Мы бы вот все на помощь бы к нему пришли. Но поскольку он это сделал перед выборами, мы голосовать за него не будем. Понятно. Спасибо. Давайте послушаем. Алло, добрый день. Добрый день. Это Сергей Лилеев, он является кандидатом в депутаты в городе Славянске от Свободы. Просто интересно, поскольку Славянск и Мариуполь сейчас такие горячие точки на подконтрольной Украине территории Донецкой области, узнать Сергея Лилеева, расскажите, пожалуйста, что у вас там сейчас происходит в Славянске, почему, что вызывает тревогу. Я видела несколько материалов на тему использования админресурсов в Славянске. Может быть, еще есть какие-то тревожные моменты? Так, и выкорострение админресурсов присутствует в Славянске. В каком виде? Сейчас? В каком виде? Так, как не дивно, использование админресурсов используется не на пользу партии ДТП «Солидарность», а на пользу партии «Наш край». У вигляді азиотичных материалов в органах місцевой влады в районе, а также, когда кандидатами становятся от нашего края представители коммунальных предприятий, керевники, начальники, директори шкіл и все таки иначе. То есть, киевская влада использует админресурс на пользу нашего края, а не солидарности. То есть, поддерживает этих таких помещенных, я бы их так назвал, региональных, которые договорятся с владой. Это руководитель городской организации «Солидарности», да? Хотя он довольно долго руководил городом же у вас, да, вот этот человек, Олег Зонтов? «Скоро будет рік, завтра у него будет річный рік, коли он выполняет обовлетки головы міста. Тобто, ну, его прибрали, чтобы повторить конкуренцию насправді кандидату від влады, представнику партии «Наш край» Сергею Третьякову. Ну, нагадаю, что это депутат областной рады від партии «Регионов». Людина с хартистом, например. У него зараз весь Словянський, а не его бейбордами. Знать, что «Словянський» исполняется мечтой. Він тільки, да, не уточнил, что... Він хочет свою. Я говорю, и тут у Словянських. Вы дома. Понятно, но есть шансы у демократических сил, ну, не будем уточнять, у каких, так, чтобы не сильно рекламировать, ну, как вы думаете, есть шансы у демократических сил в городском совете, ну, если не большинство, то серьезное представительство, и таким образом, может быть, повлиять на настроение и на жизнь в Словянске? Ну, конечно, есть. У нас телевизоральное поле разделилось примерно 50 на 50%. То есть 50 людей, которые готовятся принимать желание демократической партии, то 50%, которые все-таки будут голосовать за околочных регионалов, будь то радикальные регионалы, какие с трудом по улице, або по Мерковой, которые идут в нашем управе. И эти 50%, которые будут голосовать за демократические партии, то есть, ну, у нас есть шанс пройти в декольком партии, но все-таки в Словянскую Больскую Раду. И по спискам у нас достаточно серьезный список. Громадские диячи проукраинские, которые работают здесь уже много лет, сейчас идут в принципе в этих демократических партиях. То есть можно сказать, что городской совет у вас будет в этот раз качественно более патриотичный, если можно так сказать, да, вот более украинский, да? Ну, у меня есть надея, что эти выборы пройдуть без порушений, как это было, например, на новых выборах, когда вся комиссия работала на Солода, а на ДТП. Под рим единого держата от свободы все другие места в этой партии продали представникам Солода. И члены комиссии были просто заменены. И люди, которые работают на предприятиях Солода, они даже не из Солянска были и работали на ДТП, подписывали голоси и работали на Солода. Это мы все фиксировали, показывали, заставляли записываться протоколы. Комиссия окружная работала оточнение и протоколы. И порушений было много. Спасибо большое, Сергей. Всего доброго. Я могу сказать, что у вас есть контакты с Сергеем? Так. Прекрасно. Если по результатам выборов в Словянске ОПО-блок и наш крайне наберут меньше, чем 60%, то я ему подарю третомник Айн Рент, Атлант. Такий ценный подарок за его оптимизм. Я сейчас так скажу, что мой прогноз по Словянске ОПО-блоке и наш крайне наберут 70%. Ну, в первую очередь, почему? Не благодаря фальсификациям? Вы думаете, что это отражает настроение? Потому что, если бы было иначе, не было проблем в войне в Донбассе. Если бы электорат Донбасса не голосовал насправді за... Мой татур завжди ходил голосовать за Ющенко, завжди голосовал против Януковича, а вот таких было 5%. Більшість народу, может, было 10, а не 5, а малювали 5, але большість народу голосувала за своих Донецьких, за свою партхозеліту. Но сейчас все-таки выше количество. Ну, я не соглашусь, потому что я была очень часто председателем избирательной комиссии, головой или секретарем населенного пункта. А в каком населенном пункте? А в Донецке. И я точно знаю, как бы, проценты, которые не голосовали за партию регионов. И я помню 2004 год, когда у нас там три тура выборов, а у меня был сложный участок, это закрытый участок, это травматология и протезный завод, где все практически зависит от того, что сказал главврач. Люди лежат на операции, и если ты не проголосуешь, так как тебя попросил главврач, ну, как бы, дальше зависит твоя жизнь. И даже вот на таком сложном участке, где они, ну, не могут, потому что главврач попросил, где мы не дали сфальсифицировать выборы, потому что я там была головой, 16% не проголосовало за Януковича. 16% это во втором туре, в третьем туре это была цифра еще больше. Поэтому, ну, не соответствует действительности, что 5% хотели голосовать. А если считать даже... Малевали 5, правильно? Голосовали про 10-15. Малевали там 6, 4, 5... От 15% до 20% в Донецке стабильно не поддерживали, ну, просто не поддерживали Януковича. Просто цифры были другие. У нас цифры были 99 или 101% по Донецку все время. Реально это было 70-75% реально было в партии регионов. Это было, да. Ну, никак не... Какие спорты и кажутся. И знаете, что ситуация покращилась, то будет 60-65. И я думаю, что у них не будет далеко даже там... Владислав, ну, вы сами сказали, что если раньше было 5-10, то сейчас вы дали прогноз 30... Официально было 5-10, реально 15-20 было против Януковича. На самом деле, это сбегается с тем, что из этих 20-ти большинство повтекало после идеологично-этнических чисток, именно с окупованой территории. То есть, мой прогноз, что на территории неокупованной, которая под контролем в Украине, 60-70% от региона будет у ОПО-блока и нашего края. Ну, короче, у всяких разных перевертней. Но 30% в местном совете это уже не так мало, как раньше. Раньше в местных советах 1-2 человека, если были. Я вам скажу, что не все так трагично. Учитывая, что наш край точно так же продает места. Я знаю массу патриотов, которые сейчас от нашего края, потому что не могут они самовыдвиженцами идти. Послушаем еще человека из Мариуполя. Алло, слышно нас, Виктория? Патриоты купили места в нашем крае. Ну, не совсем патриотов, они постарались. Давайте два слова дадим, а потом в конце будем высказываться, уже подводить итоги. Виктория Придущенко тоже кандидат в Мариуполе от самопомощи, кандидат в депутаты местного совета. Так, Виктория? Так, так. Но я не являюсь членом партии. Не член партии, но однако кандидат от одной из демократических партий от самопомощи, правильно? Так, так, так. Вот что у вас там за скандальная ситуация с разгоном, ну или как вот ЦИК вас распустил? Да, городской территориальности. И вот сегодня буквально я прочитала, что ЦИК возмущен той пресс-конференцией, которую провели активисты в Мариуполе, обвинив ЦИК чуть ли не во взятке. ЦИК возмущен, собирается в суде наказывать вот тех, кто провел эту пресс-конференцию, выступив с обвинениями в адрес ЦИК. Ну, во-первых, по ЦИКу нам возникли такие очень вопросы к ЦИК, потому что получилось, что в городе Мариуполе никогда не были, не создавались районные комиссии. А на этот раз комиссии были ЦИК созданы. И когда председатель, это был Гамбург, звонил куратору ЦИК и спрашивал, будут ли создаваться районные комиссии для подачи кандидатур, чтобы партии могли участвовать в жеребьевке, и ему был ответ, что не будут создаваться районные комиссии. Но за два часа до окончания срока подачи документов, там 42 дня, ЦИК выдала постанову о создании комиссии. И документы успели подать на жеребьевку только партия «Оппозиционный блок» и «Народный фронт». «Народный фронт, он не участвует в избирательном процессе как таковой, и нет кандидатов, не выдвигает кандидата на местные выборы. Остался у нас один оппозиционный блок». Таким образом, все председатели районных комиссий головы стали у одной партии. Это была монополия одной партии на избирательный процесс в городе Мариуполе. Когда, как бы сказать, и другие партии увидели, что происходит нарушение законодательного процесса по жалобам партийным, что их не допускали в жеребьевке, ну там много было жалоб, на основании которых городская комиссия выдвинула постановление, постанова были 84, по-моему 85, 86, 87. При рассмотрении этих жалоб комиссия решает снять голов этих районных комиссий. Но центральное избирательство называет это грубым нарушением законодательства и обменяет эти постановы и распускает городскую комиссию. Вот у нас есть, да, все делается, создается конференция по фактам именно нарушений, которые были допущены при смене и вообще в избирательном процессе. И выясняются такие факты, что оценка черная, которая, ну, как бы инициировала эти постановы о распуске Мариупольской городской избирательной комиссии. И была информация, вот поступленная от некоторых, ведь я не владею, потому что заявление делала не я, а делала представитель штаба «Наш край», Голубова Галина. Она сказала, что у нее есть источники, которые, ну, как бы, оповестили ее о даче взятки, получении взятки у сынка черной. Ну, об этом, наверное, надо заявление писать в правоохранительные органы и разбираться. Это так, наверное, просто нельзя взялить. У нее есть информация о получении взятки. Мы, конечно, не знаем, потому что это когда должны разбираться компетентные органы, доказать, так ли это было или не так. Виктория, ну вот теперь у вас создана новая городская комиссия. Что же это за комиссия? Почему вы думаете, что там интересы демократических сил не будут представлены в должной мере? Или все-таки, может быть, будут? Да, опять же, интересы как бы представлены, но в результате жеребьевки главой городской комиссии становится клон, ну, то есть зарегистрированный, там уже говорим, клон Коммунистической партии Украины. Как, Коммунистическая партия разве опять имеет шанс? Нет, 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 это Пателит, это зарегистрированная сила, к сожалению, в будущей партии была официально... То есть они какой-то новый придумали себе уже, коммунисты местные? ...в один день регистрировали все эти партии, я делала анализ, я искала эту зарегистрированную партию, нужно открыть, вот, посмотреть. И как теперь будут называться коммунисты, если им удастся пройти ваш городской совет? Нет, нет, там, я просто сейчас не очень, как бы, информация, как ее фамилия? Нет, нет, я имею в виду сама партия, как будет называться, как будет называться эта партия, которая, как вы считаете, коммунистическую идеологию наследует, или я ошибаюсь? Название, если вы в Центральную избирательную комиссию на ПАС, там бесит, кто, как бы, по постановке... Нет, я не спрашиваю имена людей, я спрашиваю, как называется эта партия, если вы думаете, что у нее коммунистическая идеология опять? Алло, Виктория? Ну, в общем, не получилось, разъединилось. Да, ну, вот видим, что не только регионалы, но и коммунисты находят способы, как обратно во власть попытаться проникнуть. Ну, этого и следовало ожидать, но понятно, что никто не хочет расставаться с властью, и понятно, что будут пытаться искать все возможные и невозможные способы, чтобы опять эту власть получить. Тут все логично, и как раз и последовательно. Я хочу сказать о другом, у меня вызывают вопросы, у меня, кстати, вот нету столько возмущений, как у большей части моих земляков по поводу того, что временно перемещенные лица лишены возможности голосования. За исключением выборов в областной совет. Потому что, если в районные городские и там сельские советы выборы на территории, где проходит антитеррористическая операция, проводиться эти выборы пока не будут, эти выборы отсрочены во времени, то в областной совет выборы проходить будут. И в областной совет будут выбирать меньше половины практически территории области, потому что часть территории не подконтрольно там выборы не проходят, а часть даже с той территории, в которой подконтрольно люди еще не вернулись. И поэтому и в областной совет не будет возможности потом выбрать у людей, которые вернутся. Если в местных выборах они смогут поучаствовать те, которые вернутся, когда территория будет освобождена, и будут проводиться выборы по законам Украины, на что я очень рассчитываю, надеюсь, и там как бы они свое право реализуют, то в областной совет этого права они уже будут лишены. Сейчас они не могут проголосовать, сейчас они не смогут проголосовать. Татьяна говорит, что сейчас выборы не идут в областной совет, а в территории Донецкой и Луганской области выборы в областной совет не происходят сейчас. Мы уже вынуждены заканчивать, поэтому каждому по две минуты, чтобы подытожить. Самый главный вопрос, который мы так и не осветили, помогут ли эти выборы стать Донбассу более проукраинским, более патриотичным, менее пророссийским? И как могут повлиять эти выборы на ситуацию в зоне, где продолжается так называемая антитеррористическая операция, по вашему мнению, Владислав? Я сподіваюся, что, снова же, выборы не помогают стать больше украинским, больше российским. Все выборы, которые, я сподіваюся, приводят до того, что в органах місцевого собородства, місцевой влады, в місцевом политике не появляются какие-то новые обличия, або, скажем так, вроде, акценти расставляются по-инокшему. То есть проукраинских, процентрических сил будет больше, но я считаю, что это не будет критично больше, потому что старые элиты просто так не поступаются. На самом деле, пейзаж пустий. За эти 20 лет, все, кто, Горбокович, хотели быть при владе, принимали правила гри. Вся парт хозелита сидела в газоной косарце и косила навколо траву. Ничего не проростало. Розумієте, все, что мало якийсь хист до управления и раскладания государственного майна, до рейдерства и до вертикаля, они все были в одном човне. У нас регионально-кланова система суспільства. Тому, сподіваюся на то, что за один рік у нас виростут альтернативные депутаты, прокуроры, суды, милиционеры и так далее. Не было конкуренции ни в политике, ни в экономике. Была созданная рабская система. Была масса народу, которая пепли, которые хавали, то, что ему давали, эти смеси и эту гречку. И была обмежена к количестве активных, нахальных, пасиональных, або псевдопасиональных индивидуев, которые стрели купоны. А люди с позитивной компетенцией текали або в Киеве, або за кордон. И была такая, особенно на сходе. Это была тенденция. Это печальная правда. Для того, чтобы ситуация выбиралась, нужно было лет, не один, не два, не три. Но я надеюсь, что результат этих выборов, скажем так, для нас, для Украины, будет лучше, чем то, что было в 2010 году. И зараз двух и конкуренция есть, на вашу думку. У меня немножечко другое мнение по этому поводу. Я согласна, кстати, с тем, что выборы эти не будут менять общество. Да, менять общество, в смысле, станет оно там проукраинским больше либо меньше. Но я не согласна с тем, что у нас нет новых молодых сил, которые бы могли изменить ситуацию, которые бы могли на этих выборах пройти в депутаты и как-то повлиять на развитие страны. Я была всегда категорически против, что в то время, когда страна находится сейчас у нас в войне, а у нас война, а не АТО, нужно проводить местные выборы. И вообще какие-либо выборы. Потому что все самые активные слои населения, они сейчас либо в АТО, либо заняты волонтерством, и они не могут физически участвовать в этих выборах. Им не до этого, они защищают страну, а там лучшие граждане нашей страны. И они в выборах, к сожалению, участвовать не будут. И потому ничего, частично, поэтому ничего и не изменится. Вопрос, бойцы тоже не только переселены, бойцы тоже не будут участвовать. Конечно, им некогда, когда они пойдут баллотироваться и проводить избирательные кампании. Они защищают Родину. Я спрашиваю, голосовать они могут только жители территориальной громады. Они же там не прописаны. Татьяна, как раз подытожьте, пожалуйста. Да, вот сейчас идет хорошая кампания, как раз отвечая на ваш вопрос, которая говорит о том, что каждый голос это пуля в сепаратизм. Можно спорить с этим или не спорить, но нужно понимать, что как бы мы сейчас не критиковали закон о местных выборах, надо понимать, что, во-первых, это переходный период, этот закон поменяется. А во-вторых, он уже есть на сегодняшний день. И не глядя на недостатки закона о местных выборах, нужно идти и голосовать. Потому что если люди разуверились и говорят всегда о том, что будут фальсификации или это будут нечестные выборы, то это как бы дает людям моральное право не голосовать, а на самом деле это преступление. Потому что каждый голос имеет значение. И если мы не будем сегодня голосовать, за нас выберут наше будущее кто-то другой. Мы уже имеем опыт определения будущего Донецкой и Луганской области. Поэтому тут призыв не только к жителям Донбасса, а призыв к жителям всей Украины не смотреть на критику, не слушать манипуляции, смотреть на реальные действия кандидатов, независимо от того, под чьим партийным брендом они идут в списках. Действительно нет возможности для самовыдвижения на уровне депутатов городских, районных, областных советов. Но тем не менее надо смотреть на реальные дела и голосовать сознательно. Вы не любите это слово, но вариантов нет. Нужно думать и принимать решения. Но не идти на выборы и не голосовать, на мой взгляд, это преступление. Татьяна, так а можно сказать, что война, которая происходит на Востоке, которую мы все переживаем, это результат пассивности и аполитичности местных жителей? Есть связь? Связь есть, но я не думаю, что только в этом проблема. То есть одними митингами войска Путин не вводит на основании митингов за Россию или одними митингами за Украину также проблема не решается. Но, естественно, активное участие каждого члена громады суммарно приводит к результату. Спасибо большое. Как юрист, я, пожалуй, сделаю поправку. Сегодня много звучало каких-то таких слов, которые могут трактоваться дословно. Там продаются голоса, да, мы говорим образно. Это не конкретно, что партия продала, там, это может быть в любой форме. И по поводу, что это преступление, если вы не пойдете голосовать, я поправлю, что это моральное преступление, да, не предусмотрено такое уголовным кодексом, либо административным. Мы говорим о том, что мы сейчас людей напугаем, да, это моральное преступление. Я могу вам отвечать, что я как раз употребила, на мой взгляд, это преступление. Да, в конце вы поправили, сказали, да, спасибо. Ну, чтобы не напугали людей, действительно идти голосовать надо, какой бы закон ни был, я это, кстати, поддерживаю. Вы две Татьяны голосовать не пойдете, потому что вы вынуждены переселиться. Мы не имеем права голосовать на этих выборах. А Владислав пойдет? Я пропишусь в селе сейчас, в Киеве, я что стыдно. Мы надеемся, что мы это сделаем, когда пойдем в нашу территорию. Друзья, когда пойдем в нашу территорию. Да, в днях голосования вы должны все-таки нести изменения. Ну, я не знаю, последняя минута, да. Вы пропишетесь в селе и будете голосовать. Я что стыдно, пропусти, но буду стоять, но в Киеве голосую. А я не делаю трагедию из того, что я не пойду голосовать. Я надеюсь, что территория, где я проживала, будет освобождена. И я реализую свое право, проголосовав на выборах там, где будет украинский флаг и будет украинский флаг. Это очень оптимистично. Спасибо большое вам за ваш оптимизм, прежде всего. Спасибо всем, кто находит время и смотрит нас. И, пожалуйста, предлагайте новые темы, комментируйте. И будем встречаться в следующую среду.